Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук. И сегодня я хочу рассказать вам о том, почему же у яблони опадает зависть. Согласитесь, нет хуже горя для садовода, чем увидеть весь сад усланным опавшими яблочками. В чем же причина? Виноват ли он или это какие-то правильные процессы в природе? И да, и нет. Во-первых, яблоня, как и другие плодовые растения, всегда закладывает урожая с избытком, с расчетом на вредители, болезни, неблагоприятные погодные факторы и так далее. Есть даже термин «июньское падение завязи», когда дерево само сбавляется от излишней завязи. Но бывает так, что оно сбрасывает слишком много, и у нас практически не остается яблок на дереве. Вот здесь причина вовсе не в избыточности завязи, а проблема в недостатке ухода. Во-первых, это вода. В период формирования завязи деревьям как никогда нужен равномерный, обильный полив. Если его нет, дерево быстро сбросит даже ту завязь, которую планировала оставить себе. Поэтому поливаем равномерно и обильно, что это значит не менее 5-6 ведер на 1 квадратный метр проекции кроны. Поливать можно в 2-3 приема. Вторая причина падения завязей – это, конечно же, различного рода вредители. В начале сезона это пилильщики, а дальше это плодожорки. Подумайте только, одна гусеничка плодожорки способна испортить не менее 2-3 яблочек. Поэтому боремся с вредителями. В начале сезона с пилильщиком, в конце, перед созреванием, с плодожоркой. Для этого мы используем все доступные и разрешенные способы. Начиная от химических препаратов, заканчивая биопрепаратами и народными средствами борьбы и профилактики. Такими как специальные ловушки, клейкие баночки с забродившим вареньем, которые так любят бабочки-плодожорки, ловчие пояса и, конечно же, уборка опавшей завязи ежедневно. Поверьте, это того стоит. Ну и, наконец, это болезни. Наиболее часто причиной опадения завязей в самом начале сезона является парша, которая поражает плодоножку у формирующегося яблочка и, как следствие, дерево сбрасывает. Поэтому ни в коем случае не забываем провести опрыскивание после цветения, а также в фенофазы плод размером с лесной орех и плод размером с грецкий орех. В таком случае вы значительно уменьшите количество сбрасываемой завязи. Ну и, конечно же, это удобрение. В первую очередь такой важный микроэлемент, как бор. Он необходим для правильного формирования завязи, для прохождения правильного оплодотворения. Ведь если не завяжутся внутри семечки, деревце, скорее всего, сбросит такую пустую завязь, ведь оно не даст то, что стоит главной целью будущего растения. Поэтому своевременно проводите внекорневые подкормки по листу удобрениями, которые содержат не только макроэлементы азот, фосфор, калий, но и, конечно же, микроэлементы. В начале сезона – бор, а в дальнейшем – полный комплекс, в который ходят и цинк, и магний, и железо, и сера, и молибден. Эти витаминки для растений помогут сохранить здоровье дереву и сохранить завязь. И будущий урожай – крепким, здоровым и питательным. Процветание вам и вашему саду, хороших вам урожаев и поменьше падалицы на земле под деревьями. С вами была Юлия Кондратенок, и до новых встреч на нашем канале!